Он уже совсем скоро, и если вы будете его праздновать, самое время запастись валентинками Купить свечи, и начать планировать праздничное угощение И, конечно, делать это лучше под романтичный плейлист Пока мы не начали, не забудьте подписаться на наш канал и поддержите нас лайком Чтобы такой крутой контент увидели и остальные А мы с вами сегодня узнаем чуть больше праздничной лексики через чудесную и озорную песню Она называется в честь самого известного символа дня всех влюбленных Купидона Учим английский через песню Stupid Cupid от Connie Francis Меня зовут Кэт, вы смотрите Puzzle English Live Поехали! Эта песня прямо-таки кладезь фразеологических оборотов Так что запоминаем и используем в предложениях на каждый день Я бы хотела подрезать тебе крылья, чтобы ты не смог летать Сокращенная форма от Мне хотелось бы, я бы хотел Например Я бы хотела съездить в Париж однажды Также мы можем использовать Чтобы спросить собеседника о его желаниях Задать вежливый вопрос Что всегда звучит лучше, чем Лучше всегда говорить Не хотела бы ты выпить со мной кофе как-нибудь Клип может быть как существительным, так и глаголом В роли существительного оно переводится как зажим, скрепка Есть еще значение, как и в русском Клип, музыкальное видео Отсюда, кстати, произошло Не от музыкального видео, а от зажима и скрепки Произошло название сережек Клипсы, да В нашей песне очевидно, что это глагол И означает он обрезать, отстригать Дорогой, нам пора уже подстричь эту изгородь Если вы хотите учить английский с любимым человеком Нет ничего проще Просто подарите ему и себе семейный доступ на обучение в Puzzle English Тренируйте словарный запас в тренажере Тренировка слов и аудирование в тренажере аудиопазлы И улучшайте свои навыки каждый день Говорите не только на языке любви, но еще и на английском Все подробности по ссылке в описании А мы едем дальше Здесь нас интересует выражение To be in love with someone or something Оно означает быть влюбленным в кого-то или во что-то Еще фразочка интересная Используется она, когда мы хотим подчеркнуть Что именно этот человек виноват в случившемся Он та причина, по которой все произошло Я знала, что он был виновен, он был виноват Но я ничего не сказала офицеру полиции Хотите начать учить английский абсолютно бесплатно? На платформе Puzzle English собраны тысячи тренажеров Для тех, кто никогда не учил английский или забыл Метод титчера – это сборник записанных уроков с преподавателями Вы можете выбрать того, кто вам больше всего импонирует А годовой доступ обойдется во столько, сколько стоит одно занятие с живым человеком Все подробности по ссылке в описании Продолжаем Это фразеологизм, который означает освободить кого-то Отпустить на волю Обычно применяется в значении освободить от обязательств, например Или обещаний А также в буквальном смысле отпустить из плена Все остальные души, что были в твоем распоряжении Ты уже освободил Отпусти и меня Вот такой пример, который практически поэзия В этой строчке есть еще одна интересная фраза Переводится как приставать кому-то В смысле дразнить, задираться, раздражать, критиковать Вот это вот все Обычно, регулярно, постоянно и несправедливо это все происходит Иногда мальчишки-школьники задирают девочек Потому что они пытаются привлечь их внимание Еще один фразеологический глагол, который означает мыслить трезво, здраво Не могу трезво мыслить из-за вина, которое выпила сегодня Строчка Содержит интересную грамматическую конструкцию Заменить ее можно фразой То есть здесь не про то, что кто-то у кого-то есть Когда мы используем выражение вроде Обратите внимание, что в песне после фразы у нас идет инговое окончание глагола И там нет предлога А в нашем примере два глагола соединены частицей to Конечно, оба варианта верны To mix somebody up означает сбить кого-то с толку, запутать For good это навсегда Что-то, что имеет постоянный эффект С самого-самого начала Я бы перевела эту строчку даже Ты сбил меня с толку Окончательно и бесповоротно С самого начала Feature глагол крайне редко используется в такой конструкции Но когда это происходит Что угодно, да? Это значит, что мне это не нравится Я не особо это делаю Я не хочу фокусироваться на этом И если соединить его с put down Который эквивалентен to put in writing Утвердить, запланировать, да? То смысл, скорее всего, будет в том, что кони, певица Не хочет фокусироваться на любви в настоящий момент Но глупый купидон заставляет ее это сделать С тех пор, как я поцеловала его любящие винные губы Опять какой-то поэтический прием, судя по всему Потому что я вот себе не представляю, что это за винные губы Может быть, вы можете себе это представить И то, что меня на самом деле это беспокоит Так это то, что мне все это очень даже нравится Ну что ж, анализ этой песни подошел к концу Я думаю, смысл здесь понятен А вместе с анализом подошло к концу наше видео Но мы надеемся, что ваши отношения с любимыми Только начинаются И на это 14 февраля вы друг друга порадуете Нравится учить английский по песням? Не переключайтесь На нашем канале собран целый плейлист Оставайтесь на Puzzle English И продолжайте учить английский с нами On this note, I'm gonna have to say goodbye Loads of love And I'll see you soon